Вчера мы говорили про осознавание как такой основной метод работы в гештальтерапии. Причем это основной метод работы как для клиента, так и для терапевта. То есть оба участника этого процесса применяют один и тот же метод. И я напомню кратко, что этот метод называется континум осознавания. Что это такое? Континум — это слово, которое означает непрерывность. То есть это означает, что, вот я заметил, что, например, мне прохладно сейчас. Здесь и сейчас мне прохладно, мне немножко холодно. Хотя я чувствую, как тепло поднимается внутри у меня, может быть, по мере того, как я буду что-то делать, тепло увеличится. Вот это я уже ушел из осознавания в некоторое будущее. Что предписывает континум осознавания? Я возвращаю свое внимание и говорю, сейчас я думаю о том, что, может быть, в будущем мне станет теплее. И опять, то есть каждый раз, каждую минуту, когда я замечаю, что отвлекся от присутствия в настоящем, от присутствия там, где я нахожусь, я возвращаю свои мысли. И если я думаю о прошлом или о будущем, то я это тоже обозначаю как то, что я думаю прямо сейчас. То есть прямо сейчас я вспоминаю своего кота. Прямо сейчас я пытаюсь припомнить, сколько котов у меня в жизни было. И так, по мере того, как я это делаю, все время возвращаю внимание в присутствии в настоящий момент. И напомню, что кроме настоящего момента здесь и сейчас есть еще я и ты, и что и как происходит. То есть, например, если я здесь и сейчас вспоминаю своего кота и сколько у меня было котов, то что это значит с точки зрения моих отношений с вами? Я себя воображаю котом или я вас воображаю котиками? Если я вас воображаю котиками, то что я в связи с этим хочу сделать? Погладить, накормить, отпустить? А? Ну ты вообще молодец. Ну вообще кастрировать здесь можно очень небольшое количество. Котиков? Нужно заметить. И если ты сейчас, прямо сейчас думаешь о том, что я могу кастрировать котиков, то что это значит между мной и тобой? То есть что это такое? Это твои ожидания ко мне или твои желания. Это такая действительно специфика гештальг-подхода. Мы делаем именно так. То есть мы замечаем, что осознается, и распознаем, что это означает между нами, как это происходит между нами. И каждый раз, когда мои мысли отвлекаются на какие-то империи туда, там, тогда, то возвращаем в настоящий момент. И благодаря таким усилиям, то есть мы вчера говорили про усилие и без усилий, благодаря таким усилиям у сознания появляется инерция. Из общей психологии мы помним, что есть внимание непроизвольное, есть внимание произвольное, и есть постпроизвольное внимание. Постпроизвольное внимание, может быть, напомню, о том, что это вот, не знаю, может кто-то из вас играл в желтую тачку? Значит, игра в желтую тачку. Значит, это подростковая игра. Заключается в том, что если один из игроков увидел первым желтую тачку, кроме такси и службы газа, это исключается, то он имеет право дать подзатальник тому, кто ее еще не заметил. Вот. Дальше, так сказать, только нужно вовремя выкрикнуть желтую тачку и после этого дать подзатыльник. Иногда договариваются, в сугубо мужских компаниях договариваются дать пинка. Вот. Но это, так сказать, дело не в этом. А дело в том, что по мере игры в желтую тачку, стоит поиграть в нее минут 15, после этого ты начинаешь думать, о, сколько желтых тачек вокруг. То есть начинаешь замечать эти желтые тачки прямо везде. Или вот, может быть, тогда, если вы не играли в желтую тачку, наверняка многие из вас имели опыт попыток, некоторые даже, возможно, успешных попыток изучения странного языка. Причем какого-нибудь отличного от английского. Там испанского или итальянского. И сначала, пока не пытаешься изучать этот язык, то кажется, что надписей и голосов на этом языке очень мало. Но как только начнешь делать усилия, учить слова, слушать предложения, через некоторое время думаешь, о, и тут на испанском, и там, и тут испанский, везде испанский. Как много испанского языка в Москве стало, или там, в Геленджике. Это называется постпроизвольное внимание. То есть когда мы делаем, делаем, делаем усилия, чтобы на чем-то сосредоточиться, а потом отпускаем. Вот очень важный момент, в какой-то момент отпустить. И тогда можно почувствовать вот этот эффект послепроизвольного внимания. То есть начинаешь без усилий присутствовать в настоящем и вовремя замечать. Если, например, тобой манипулируют, то ты вовремя это замечаешь. То есть здесь и сейчас мной манипулируют. И успеваешь что-то сделать в ответ. А не потом. Ох, блин, мной вчера манипулировали. Или три минуты назад он ведь совершил со мной манипуляцию. То есть такое осмысление. А есть некоторые непосредственные замечания, и ты спонтанно тогда имеешь возможность как-то по-другому ответить. То есть каждый из нас имеет некоторые привычные ответы. Например, если мной манипулируют, то для меня привычный ответ уступать. А для кого-то, может быть, наоборот, привычный ответ. Стоит только почувствовать намек на манипуляцию. Неизвестно, манипуляция это или нет. Но если хоть какой-то намек, сразу же окрысится. И мы в связи с тем, что имеем некоторый характер, то есть привычные ответы, попадаем иногда в неудобные ситуации. И пост, уже постфактум, вспоминаем, думаем, да, тут надо было немножко подумать, тут нужно было окрыситься, думаю я. И наоборот, человек думает, блин, нет, тут не надо было говорить этого. Вот не надо было вообще рот открывать. Блин, зачем я опять это сделал? Вот всегда, вот Андрюшенко впереди планеты всей. Например. Если у человека есть вот этот эффект постпроизвольного внимания, то есть осознавания присутствия себя, то он в тот момент, когда ему хочется вякнуть, думает, блин, а вот сейчас я вякну, и что будет? И он наоборот. Я вот сейчас не открою рта, не скажу, и просижу всю группу, молча, до конца, и мои чувства так и останутся неуслышанными, незамеченными, и всем будет до меня пофигу. Ну, в качестве такого простого примера привожу. И вот это материал вчерашней лекции, и теперь перейдем к сегодняшней, к тому, как происходит, собственно, это осознавание. То есть вчера мы говорили о пользе осознавания, сегодня поговорим немножко о том, как оно происходит, и как можно построить взаимодействие с любым терапевтом в связи с этим, и как терапевту можно построить взаимодействие с любым клиентом. И я напомню, что если человек позволяет себе присутствовать в настоящем времени, в настоящий момент, здесь, вот в этом зале, например, то его осознавание рано или поздно начинает фокусироваться вокруг какой-то значимой фигуры, которая является фигурой потребности, то есть вокруг какого-то важного интереса, то, чего человеку нужно. То, что ему не хватает, или то, что, наоборот, он хочет поделиться. И вот этот процесс формирования фигуры называется процессом формирования гештальта, фигура на фоне. Но для того, чтобы на фоне появилась фигура, сначала нужно долгое время просто обсуждать фон. Что я сейчас замечаю? Сейчас запела птичка, сейчас я замечаю, что мне неудобно сидеть там на этом стуле или на этом краешке кровати, сейчас я замечаю, и так далее. И по мере того, как я обмениваюсь с другим человеком, тем, что я замечаю, тем, что я обнаруживаю, потихонечку возникает фон. И уже на этом фоне появляется фигура. И у этого процесса есть закономерности. И эта закономерность называется цикл опыта. Цикл опыта, да. Иногда шутили, ходят в гештальт сообщество, такая наша сектанская шутка, цикл опыта. Кто такая цикл опыта? Одна из участниц спрашивала. Ну вот у нас тоже есть свои такие мифические персонажи, например, цикл опыта. То есть это такой цикл опыта, видимо, женского пола, причем такой специфический очень. Цикл опыта – это мы рассматриваем, как во время формирования какой-то фигуры у нас в себе ведет волнение. И обычно этот цикл опыта, то есть цикл, в течение которого опыт, новый опыт человек усваивает. Разделяется на стадии. И я напомню эти стадии. Первая стадия называется преконтакт. Это стадия, когда человек осознает, что происходит, и осознает свою реакцию, волнение, ответ в виде волнения в организме на то, что происходит. То есть я замечаю не просто нейтрально, как искусственный интеллект, все, что происходит, а я замечаю что-то, что меня волнует, что-то, что меня затрагивает. Обычно этой ситуации, в которой уже по-старому взаимодействовать невозможно, исходя из старых ожиданий, а по-новому еще непонятно как. Например, по-старому я привык, что если мне не хватает близости, то надо, просто даже не очень чувствуя это, что мне не хватает близости, просто по ходу со всеми обниматься. Приезжали на интенсив, а тут оказываются люди, некоторые из которых, в общем-то, как-то с детства привыкли, что если их начинают обнимать и выражать любовь, то их, скорее всего, используют. Или просто телесно-чувствительные есть люди, для которых там какая-нибудь одежда, например, как не знаю что, как пенопластом по шарику. И подбегаешь, раз, обнял, а он «Не надо, пожалуйста, меня у меня до разницы!» Если человек привык по-старому так всех обнимать, потому что вырос в среде, где это совершенно естественно, то он воспринял такой отказ, как отвержение всей своей личности. «Да все, меня с моим самым главным сердечным порывом просто отвергли». Кошмар. Куда я попал? Ну вот. И это ситуация, в которой по-старому автоматически, так как я привык, не получается. А по-новому непонятно как. Например, если я вырос в безграничной семье, где всех хватают, где всех хватают чужие вещи, где нужно прятать свое полотенце в своей комнате, потому что его это полотенце тут же, значит, возьмут в оборот и можно найти где угодно в комнате сына, в комнате дочери, в комнате мужа, в комнате жены, вообще вывешены где-то во дворе. Есть такие даже дворы целые, не то что семьи, а целые дворы. То есть там такой вот, и вырос как раз в таком дворе в Бресте. Значит, там дом буквой «П», очень маленький вход, и все, что происходит внутри, не имеет границ. Поэтому там можно, например, свое полотенце заметить на балконе у соседки. Через некоторое время вывешено. И вот с таким человеком, например, поселяетесь в один номер на интенсиве. И у этого человека по старому не получается, потому что он привык, что границ нет, а любая граница воспринимается как просто какое-то отвержение, агрессия, невежливость. И у того человека, который привык, что границы есть, тоже ведь по старому не получается. Он привык, что его границы замечают, блюдут, видят и вообще спрашивают, вот, слушай, вот ты повесил свое полотенце на мое полотенце, можно мы как-то их разделим? Он привык, что это все как-то и опроговаривается, и даже не проговаривается, а просто по факту уважается. И тут вдруг вот такое вот неуважение. Один воспринимает как отвержение, другой как неуважение и вторжение, и поглощение. То есть по старому не работает. И нужно по-новому. Нужно как-то по-другому. И вот эта ситуация кризиса, маленького, микрокризиса в отношениях. Но вообще все ситуации, которые требуют осознавания и контакта, это ситуации микро- или макрокризиса. И первое, проконтакт, это осознание такой ситуации, осознание того факта, что вот что-то не так, и надо как-то по-другому. и своих чувств, то есть своего волнения, своего ответа на то, что происходит. Итак, и вопросы в сессии тогда такие, что происходит в твоей жизни, и что происходит с тобой прямо сейчас. и что ты чувствуешь в ответ на это? Это вопросы, которые может задать в проконтакте терапевт. И терапевт может поделиться тем, как он услышал вас, ваше описание ситуации. Правильно ли я понимаю, ситуация такая. И правильно я понимаю, что ты чувствуешь в ответ, или может не спрашивать, а поделиться своими чувствами. Я бы, например, в такой ситуации чувствовал, не знаю что, возмущение или удивление. То есть первый момент это ситуация и реакция. Второй этап цикла опыта это когда вот эта реакция внутри телесное волнение, нормальное волнение превращается в чувство. Чувство это не просто волнение, а какое-то направленное волнение, которое о чем-то говорит. Там, например, стыд говорит, что я делаю что-то, не согласующееся с моим образом себя. И надо или прекратить это делать, или пересматривать образ себя прекрасного. Например, я нуждаюсь в поддержке, я нуждаюсь в помощи, я нуждаюсь в эмоциональном внимании, а на при этом чувствую стыд. Значит, у меня такой образ себя, что я всегда должен быть самодостаточным, я великолепен. Мне ничья поддержка не нужна, я самодостаточный человек, не верь, не бойся, не проси. И вот этот образ самого себя совершенно никак не согласуется с тем, что я чувствую сейчас, а с тем, что происходит. И тогда надо корректировать образ себя. Вообще прекращать верить в эту тюремную ерунду. Хотя, вполне возможно, мне ее с младенчества преподали в моей семье, опять же таки. Вполне возможно. Вполне возможно, что у меня много очень опыта, когда я открывался, просил о поддержке и получал вместо этого люлей. Да, он догматрен вообще в таких сообществах бедных ресурсами. Где приходится конкурировать за каждый кусок хлеба, за каждый сантиметр пространства, за каждый глоток воздуха, там да, там это работает. Но в ситуациях, где достаточно воздуха, где достаточно еды, где есть крыша над головой, где есть люди, которые собрались с каким-то общим намерением, это не очень адекватно. Но это надо еще осознать. Вот. И, то есть, намеренно приходит какое-то чувство. Злость говорит о том, что у меня есть какая-то потребность. Например, потребность в признании. Потребность в признании, что мои требования или желания или мое возмущение адекватно. Или злость говорит о том, что я голоден и хочу жрать. Или всегда злость, кроме случаев уничтожающей ненависти, злость – это энергия, разрушающая препятствия на пути какого-то стремления. Итак, чувство. Чувство переходит в импульс, побуждение. 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 То есть, что мне хочется сделать. Например, я, там, не знаю, обнаруживаю, что мое полотенце использовано в качестве половой тряпки. прихожу в номер к соседке или к соседу и обнаруживаю, что то полотенце, которое я выбрал себе в качестве, ну, вот, банного полотенца, использовано в качестве половой тряпки для вытирания, там, чая, кофе или, там, не знаю, чего. Натекший с повешенной тут же тряпок этой самой воды. Вот кто-то постирал свое белье, с него постекала вот эта вот вода, она вытекла на середину, и человек так слутил полотенце, которым я вытирался, шляпнул, положил, типа, пусть сохнет. И пошел он терапия. Ну, например, это фантазии, просто, чтобы... И вот первая реакция, и эта ситуация. По-старому невозможно, то есть по-старому человек не понимает, что вообще так не надо делать. А по-новому непонятно как, потому что первый какой импульс? Первый импульс — это раздражение. Первое чувство — это волнение сначала поднимается, превращается в раздражение, чему побуждает раздражение. Нарать, дать по башке, отомстить. Это уже более сложный. Вот смотри, это уже начинается выбор. Вот, вот, отлично. То есть вот сейчас, спасибо за эту реакцию, как раз вот он, очень важный момент. То есть появляется некоторое побуждение, которое автоматически, просто так, невозможно реализовать, и тогда мы обращаемся к окружающей среде и к тем правилам, которые в этой окружающей среде есть, для того, чтобы выбрать, какой еще есть вариант. Есть вариант еще — отомстить. Например, взять тоже, использовать чужое полотенце в каком-нибудь тоже не очень пристойном виде. Вот, и спросить, ну как тебе? Он, правда, может сказать, ну норм, да, я к этому привык. С детства бабушка могла взять мое полотенце, чтобы им подтираться. Вполне нормально, да. Вот, а может быть и нет, действительно. То есть, может быть, один вариант. Второй вариант — как-то поговорить. Тоже, как поговорить. Например, начинать с мата или не начинать с мата. То есть мы начинаем рассматривать ситуацию с точки зрения, какие возможности в этой ситуации есть, выбор возможностей в ситуации, как реализовать этот импульс. И творческое приспособление творчества заключается в том, что мы начинаем придумывать варианты более сложные, чем просто дать по башке или убежать. И вот здесь нас поджидает такая штука, как поларности. Поларности — это, например, я прихожу в группу, где много-много народу, надо найти своего терапевта. И есть две полярности. Одна полярность — это импульсивность, а вторая — это заблокированность. Но импульсивность — это когда я, не дослушав инструкцию, не думая вообще, не очень соображая, что сказал этот терапевт, просто вижу привлекательного человека, бегу и хватаю его. Потом оказывается, например, что еще чего-то не договорили. Или он чего-то не договорил и сообщает, что у него вообще есть привычка фрустрировать своих клиентов. А я уже прибежал, схватил его, думаю, сейчас этот человек меня поддержит, этот человек меня полюбит. Это импульсивность. То есть импульсивность — это действие без осознавания и без замечания вот этого промежутка, зазора между импульсом и действием. Вот этот промежуток между чувством и действием — это очень важный промежуток осознавания. Какой у меня есть выбор? А зажатость — это, соответственно, «О, если человек мне нравится, я, конечно, хочу выбрать этого терапевта, но нет, я его не выберу, потому что все равно кто-то первый успеет, или я не буду искать комнату для своей работы, все равно все уже комнату заняли, я знаю». Например. То есть возможности не исследуются. Итак, второй этап — это переход реакции в переживание и в побуждение. И, соответственно, здесь вопросы такие. Это со стороны терапевта какие могут быть вопросы. Вопросы могут быть такие, что «Чему тебя побуждает это чувство? Что ты хочешь сделать? Чего ты хочешь? Каково твое намерение? И какие у тебя есть возможности сейчас? Какие варианты выбора? Вот такой вот маленький мозговой штурм». Терапевт может не задавать такие вопросы, а может поделиться своими вариантами, сказать, что «Ну, знаешь, если бы я попал в такую ситуацию, ты, наверное, думал бы, что можно сделать так и так. А ты что думаешь?» Итак, первое — это что происходит и что ты чувствуешь. Второе — «Чего ты хочешь?» И третья стадия — это так называемый «фулл контакт». «Фулл контакт» — это стадия максимальной энергии волнения. То есть волнение на этой стадии максимально. Это стадия, на которой человек вовлекается в какую-то из возможных выборов. Например, решается сказать о своей потребности в поддержке. Сижу в группе, чувствую потребность в поддержке, чувствую, какие есть возможности, и я, вопреки своему обычному реагированию, решаюсь сказать, что мне нужна поддержка. И полностью вовлекается в это. Или позволяет себе что-то глубоко переживать. То есть человек как бы становится этим выбором. Я становлюсь этим выбором. Я его принимаю, то есть это я. Я это выбрал, я буду это делать. Например, возникает выбор поговорить с человеком, использующим полотенце в качестве половой тряпки. Сказать о своих чувствах, что я чувствую серьезное отвращение, я чувствую себя глубоко оскорбленным, когда вот так вот делают. Хотя я понимаю, что, может быть, для тебя это ерунда, но для меня это не ерунда. Пожалуйста, давай как-нибудь договоримся. Такой сложный выбор. Ну или сказать, что за нахрен. Это тоже один из выборов. Хотя не самый удачный, потому что на что за нахрен обычно будет ответ. Ну что, что за нахрен. Но ведь надо было как-то вообще справиться с ситуацией. Ну вам ответят обычно на такие вопросы, почему или что за нахрен. Вам ответят какую-нибудь рационализацию, на которой останется только укризмиться и уйти опять в тень. Ну вот, значит, или, может быть, так выпучить глаза, сказать, что за нахрен, и так выпучить глаза, что никакая рационализация уже не прокатит. Тоже выбор. То есть куча разных выборов. И человек становится этим выбором и делает это. И это фулл контакт. То есть когда мы позволяем чему-то произойти в себе и в окружающем мире. И здесь самый главный вопрос терапевта и самый главный вопрос клиента к самому себе, что я реально делаю. Вот это, что происходит, что я чувствую, какие у меня есть варианты, что бы я хотел делать. А что я реально делаю? А что ты делаешь? Дышишь или не дышишь? Двигаешься или не двигаешься? Открываешь объятия или закрываешься? Бежишь или пинаешься? На этой стадии исследуется, что я реально делаю в такой ситуации и что я делаю реально сейчас в связи с этой ситуацией, в связи с тем, что рассказал. И последняя стадия – это вот ты это сделал или я это сделал, я пережил это. И что теперь во мне изменилось? Что теперь произошло? Что теперь изменилось во мне и в окружающем мире? Например, я попробовал договориться с соседом о полотенцах и об очередности посещения души и использовании моего мыла. И что изменилось? Услышал ли этот человек меня или не услышал? Если услышал, доволен я или все еще хочу ему отомстить? И вот эта последняя стадия называется постконтакт. Итак, любую сессию, какой бы она большой ни была, можно разделить на 4 кусочка. Например, 20-минутная сессия. Сначала я рассказываю, что происходит и что я чувствую. Потом я рассказываю, что я хочу сделать и какой у меня выбор. Потом мы исследуем вместе с терапевтом, что я реально делаю сейчас, когда об этом говорю. И последнее, что из этого получается сейчас. Иногда это удается за короткую сессию, например, 20-минутную сессию разделить на 4 отрезка по 5 минут и каждый вот так поговорить. Иногда не получается. В гештальте в этом нет какой-то специальной регламентации, чтобы каждый должен был через это все пройти на каждой сессии. Иногда одна сессия заключена в том, что я копаюсь и пытаюсь все-таки понять. Сначала просто рассказать как-то понятно хотя бы для себя о том, что происходит или что произошло. И что я чувствую сейчас в связи с этой историей. И иногда этого достаточно. Это очень большая работа. Например, работа со всякими психосоматическими, так называемыми, соматоформными расстройствами в этом только и заключается. В том, чтобы начать разбираться в том, что за ситуации, на которые я реагирую и как я на них реагирую эмоционально. А не подменять все свои реакции просто ощущениями в теле и бежать с этими ощущениями немедленно анализы делать. Но это расстройство, которое возникает в результате, когда ситуация и чувства отсекаются, не осознаются, а осознаются только телесный компонент чувств в виде ощущений. То есть я ощущаю напряжение, я ощущаю боль, я ощущаю похолодание, я ощущаю мурашки, я ощущаю ком в горле, я ощущаю, что у меня колотится сердце, или я ощущаю, что меня где-то крутит. Но при этом я не понимаю, что это реакция на какие-то события в моей жизни. и не связываю никак. А сразу же эти ощущения пытаюсь понять как какую-то болезнь. И очень боюсь. Очень боюсь своего тела, очень боюсь своих ощущений. Вот у нас... Да, да. Да, да. Пожалуйста, вот ваши вопросы. Опять, что ты теперь ощущаешь, что изменилось для тебя? Как ты ощущаешь? Есть ли у тебя чувство завершенности? Или печали? Или... То есть что... Что для тебя важного произошло? Это постконтакт, это стадия, где мы извлекаем такой же абстрактный опыт, то есть время интерпретации, объяснения. Это время постконтакта. Такая может быть ошибочная с точки зрения гештальт подхода стратегия, это использовать всякие интерпретации и объяснения в начале контакта. Или тем более подменять объяснениями фулл контакт. А вот само объяснение, то есть что это значит для тебя? Какой для тебя смысл в этом опыте? Что ты чувствуешь сейчас? после этого? И замечать эти сигналы завершения. То есть завершение это может быть или чувство удовлетворения, или чувство радости, или чувство печали, если то, что я хотел, не произошло, несмотря на все мои усилия. Чувство разочарования, если, например, оказалось, в результате опыта оказалось, что мои ожидания были нереалистичными, то разочарование позволяет как-то эти ожидания отпустить. например, многие люди испытывают большие трудности с тем, чтобы позволить себе пережить разочарование, особенно в супружеских парах, в клиент-терапевтических парах, и удерживая разочарование продолжают раздражаться. Ну, то есть если я не позволю себе пережить разочарование, то я цепляюсь за свои ожидания и все еще думаю, что вот все-таки этот терапевт будет добрым. Я думаю, что он добрый, я думаю, что он поддерживающий, а он оказался ну, просто чудаком на букву М. И он не способен на самом деле меня понять и поддержать. И если я не позволю себе пережить разочарование, то я каждый раз остаюсь со своей надеждой, наталкиваюсь на это чудачество и испытываю раздражение. И это может быть долго циклами. И в парах это создает огромное напряжение, которое усугубляет отношения. И часто бывает так, что когда люди высказывают друг другу разочарование, например, я думал, что ты будешь всегда такой радостный и веселый, какой ты была, когда я за тобой ухаживал. А она говорит, а я думала, что ты будешь таким же щедрым, каким ты был, когда ты за мной ухаживал. И дальше, пережив и выразив разочарование, нужно друг другу это простить или не простить. И таким образом завершить ситуацию. Ну, понятно, как вы знаете, Чайковский занимался сексом со своей козой. Армянскому радио спрашивают, знаете ли вы, что Чайковский занимался сексом со своей козой? Да, знаем мы, но мы любим его не за это. Вот. Точно так же с разочарованием. То есть, я думал, конечно, что ты всегда будешь такой жизнерадостный и поддерживающий, как ты была, когда я за тобой ухаживал. Ну, ты оказалась в общем временами злобной, депрессивной мегерой. Но я люблю тебя не за это. И поэтому остаюсь, поэтому предпочитаю простить. я думаю, что ты будешь таким же щедрым и ответственным, каким был, когда ухаживал за мной. А ты оказался нищим разгильдяем. Ну, я люблю тебя не за это. Ну, и нормальненько. Мы не сохраняем отношения. Ну, или наоборот. Оказывается, что больше нет ничего, и тогда тоже можно друг друга отпустить. А такое подавление разочарования длит. отношения. Вовлеченность. Как понять, Стороннему наблюдателю или самому человеку? Ну, как я как терапевт буду там сертифицировать, буду что-то объяснять. Как мне объяснить какой контакт? А ты не можешь это понять, это объективно невозможно измерить надежно. Потому что это ощущение вовлеченности. То есть, когда нет такой расщепленности, разделенности. Когда происходит фулл-контакт, то я весь в этом. То есть, увлечен тем, что делаю. Если ты чувствуешь, что ты увлечена тем, что делаешь, вовлечена целиком в это, то это фулл-контакт. это тоже слияние, но слияние на таком высоком уровне энергии и с ощущением некоторой свободы, соединенности с тем, что я делаю. Но это точно так же со стороны ты можешь по некоторым признакам наблюдать, что человек действительно включился в то, что делает целиком. Самое главное прерывание в фулл-контакте это ретрофлексия. То есть остановка себя, сжатие себя, делание чего-то себе, вместо того, чтобы обращаться к другому. И фулл-контакт ты можешь заметить, как то, что человек в какой-то момент осмеливается отпустить ретрофлексию. То есть попробовать делать это не себе, например, разговаривать не с самим собой, а с тобой. Просить чего-то и пытаться добыть это не в себе, а просить это у тебя. То есть когда человек то, что он раньше сильно останавливал и удерживал, отпускает. По вот такому моменту отпускания ретрофлексии можно увидеть, что фулл-контакт происходит. То есть если говорить по стадиям, то понятно, что тогда, что на стадии прерывания самое главное прерывание это слияние. То есть слияние это когда я не понимаю, что происходит, кто кому чего делает, кто кому чего сказал и я не очень понимаю, осознаю, какая у меня на это реакция, какая-то смутная реакция или реакции вообще нет. Вот такое состояние запутанности, растерянности, непонимания, невозможность сформулировать, что происходит, это слияние. На стадии контактирования две, два прерывания. Одно прерывание называется проекция. Когда вместо того, чтобы почувствовать, к чему мои чувства меня побуждают, начинаю эти побуждения искать у окружающих. Ага, это у вас побуждение сейчас надо насмехаться. Это, конечно же, не я хочу насмехаться. Это не я тут беспрерывно грубый юморил на грани фола. Это вы хотите надо мной немножко поиздеваться. Понятно, да? То есть приписываю некоторое возникающее намерение другому человеку. И как свое намерение не осознаю. Я котик, я котик. Я неволный, жертву всегда не видно. Вот. А вот вы, наверное, соблезайки. Да, 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 конечно, это может быть, потому что следующее, на вот этой стадии контактирования, следующее прерывание это интроекция. Когда я понимаю, какое у меня побуждение, ну как его реализовать, я начинаю спрашивать у окружающих и делать так, как положено, хотя может быть то, как положено, совершенно не работает. Или опыт терапевта, например. Да, принимает, то есть делать не то, что я хочу сделать, а делать то, что мне говорят другие. Это интроекция. Что здесь? Если ты терапевт и опасаешься, то, во-первых, важно все-таки проследить, кто твой клиент и такой уж ли он интроективный и внушаемый. Или, наоборот, например, настороженный и ершистый. Во-вторых, то, как ты об этом говоришь. То есть ты об этом можешь говорить в разной форме, в авторитарной форме, но я бы сделала так. И это, пожалуй, вот самый лучший выбор. Вообще всегда лучше делать так. И я так делаю. Или ты можешь говорить, знаешь, но вот в новом опыте это так. Иногда и как для тебя то, что я говорю. То есть проверять реакцию клиента. Вообще каждый раз, когда мы делимся с клиентом своим опытом, своими чувствами, своими мыслями, своими какими-то способами действия, важно, чтобы не было интроекции, важно спрашивать, какая у тебя реакция на то, что я говорю. Что ты думаешь про то, что я говорю? Что ты чувствуешь про то, что я говорю? И не воспринимать отвержение клиентам ваших этих самых подношений, кормежки, не воспринимать это как отвержение и обесценивание вас как специалиста и личности. То есть такая ошибка, которая часто бывает у начинающих терапевтов, это попробовать накормить клиента, и он говорит, фу, какая гадость. это ваша капуста брокколи. Знаете, как маленькие дети еще так разбрызгают вовсю, на обои. И бабушка чувствует это как то, что ребенок не любит бабушку. терапевт, Вот так же начинающие терапевты говорят, вот у меня есть такой метод ДПДГ, посмотри вверх, посмотри вправо, посмотри влево, клиент говорит, фу, какая глупость, то, что ты мне предлагаешь. И терапевт чувствует, что этот ребенок не любит бабушку, он не любит терапевта, он обесценивает меня. Вот, если воздержаться от этого автоматического расшифровки отвержения вашего, того, чем вы кормите вашей еды, как токсичной, не принимать это на счет себя, что я какой-то не такой, то все будет нормально. Ну, хорошо, вот это тебе не подходит, а у тебя как? Давай вместе придумывать, как бы могло быть для тебя. Это то, что называется творческое приспособление. Все.